Лидерами по числу заразившихся считаются Соединенные Штаты Америки 13,5 миллионов, Индия 9,4 миллиона, Бразилия 6,3 миллиона, Россия 2,2 миллиона. Всего случаи заражения зафиксированы в 191 стране. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США, Бразилии, Индии и Мексике. Рекордное число заражений регистрируют 10 неделю подряд. По мнению специалистов ВОЗ, чтобы остановить распространение вируса, необходимо привить около 60-70% населения. При этом в организации отметили, что только вакцина остановить вирус не сможет. Компания Модерна подала запрос на получение лицензии в США и Европе для своей экспериментальной вакцины. Главные критерии, которые рассмотрят регуляторы – эффективность и безопасность. Ранее Модерна заявляла, что в ходе заключительной стадии тестов ее препарат показал эффективность 94,5%. Клинические испытания были проведены на 30 тысячах волонтеров, включая пожилых людей, как представители наиболее уязвимой группы. 15 тысяч человек получили реальную вакцину, и только 11 из них впоследствии заболели коронавирусом в легкой форме. Другая половина получила плацебо. Из них COVID-19 выявили у 185 человек, у многих в тяжелой форме. Разработчик другой вакцины, концерн Pfizer, уже подал запрос на получение лицензии в США. Американский регуляторный орган также рассматривает заявку еще одной вакцины против коронавируса, которую производит компания AstraZense совместно с учеными из Оксфордского университета. В России также разработана и ждет окончания клинических испытаний вакцина спутниковая. Ранее профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что главный недостаток вакцин от коронавируса, который в настоящее время находится на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. По ее словам, если люди сделают себе только первую вакцину, а вторую нет, результативность кампании по массовой вакцинации сведется на нет. Пациенты, которые переносят COVID-19 бессимптомно, более заразны, чем люди, болеющие в тяжелой форме, выяснили турецкие ученые. Полученные ими результаты исследований опубликованы в журнале Infection. В исследовании приняли участие 60 человек с коронавирусом, у 15 из которых не было симптомов заболевания. У каждого из них взяли по шесть анализов, из носоглотки и ротоглотки, полости рта, слюны, прямой кишки, мочи и крови. В итоге выяснилось, что уровень вирусной нагрузки, количество вирусных частиц в объеме биологической жидкости у бессимптомных пациентов выше. Это осложняет борьбу с пандемией, отметили ученые. Более того, оказалось, что чем старше человек и чем в более тяжелой форме он переносит COVID-19, тем меньше его уровень вирусной нагрузки. Еще одной причиной, по которой человечеству тяжело побороть пандемию, является тот факт, что люди с коронавирусом становятся заразными до появления симптомов, отметили в статье. Правительство Индии одобрило новый пакет помощи бизнесу размером в 1 миллиард евро на фоне второй волны пандемии. В понедельник о своих планах по поддержанию бизнеса также объявила Канада. В то же время министр экономики Германии Питер Эльтмайер заявил, что в правительственные субсидии компаниям не могут продолжаться бесконечно. Люди сами должны приложить гораздо больше усилий для сдерживания вируса. По словам министра, число новых заболевших в некоторых регионах страны по-прежнему очень высоко. И ключ к улучшению ситуации – временный отказ от нежизненно важных социальных контактов. Власти Великобритании намерены разрешить магазинам работать дольше обычного в период рождественских праздников и на протяжении всего января. 2 декабря страна выйдет из второго локдауна, но ограничения разной степени строгости сохранятся на всей территории. Научный совет при правительстве Франции рекомендует в первую очередь провести вакцинацию в домах престарелых, как только в страну поступят первые дозы вакцин. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи считает, что в ближайшее время страну ждет резкий рост числа заболевших, связанный с поездками американцев на каникулы по случаю Дня Благодарения. Традиционно неделя после этого праздника является самой активной в году с точки зрения путешествий внутри страны. В прошлом году в этот период через аэропорты в американских городах прошло около 26 миллионов пассажиров.